Итак, начался второй тайм. Команды поменялись воротами. Счет в матче по-прежнему 1-0. Загайнов сам убегает. И судья показывает угловой. Здесь можно было, конечно, рассмотреть больше штрафной. Напомню, в первом тайме обоюдные желтые карточки получили игроки. Команда «Строитель» Гатаулин получил желтую карточку. Сильный навес. И Гайзидинов выпрыгивает и животом забивает второй гол. Счет в матче становится 2-0 в пользу команды «Строитель». Очень необычный такой исполнил сейчас Гайзидинов удар. Шакиров. Сарваров. И сейчас вынужден команду возвращаться назад. И этот невынужденный, ненужный совершенно штрафной сейчас зарабатывает. Брагин сейчас будет выстраивать стенку. Удары стенка принимает на себя. Брагин. Краснов на Сарварова. Сарваров в центре на Загайнова. Карпетян. Карпетян увидел, да. Гайзидинова. Отлично, стеночка. За Огайновым. Гайзидинов сам убегает. Прострел. Накрывают удар. И штрафной опять назначает судья. Для вновь присоединившихся, повторяю, буквально на первых минутах Гайзидинов забил второй гол. Полсчет в матче становится 2-0. Команда «Нефтехимик» идет вперед. Можно играть. Краснов на Сарварова. Ой-ой-ой, это сильно по ногам. Судья сфиксирует штрафную в пользу команды «Строитель». Вместо Шакирова на поле появляется Тихонов. Быстрый розыгрыш. Тихонов. Не, значит, команда «Нефтехимик» и уже откровенно просто бьют по ногам. Тихонов! Да, очередной штрафной. Краснов на Сарварова. Просрел Тихонов. Удар! Гол! Забивает Тихонов! Еще от матча становится 3-0 в пользу команды «Строитель». Тихонов Тимофей замыкал сейчас прострельную передачу Сарварова. Ну, больше, наверное, за подсказки тренера он все-таки решился пойти на замыкание. Два ассистента можно записать и нашего тренера. Отличная передача Гаязу Коизидинова. Удар! И такой удар-передача. И мяч попадает в перекладину. Команде «Нефтехимик» замена. Довольно-таки прохладно сегодня в Манеже. Команде «Нефтехимик» Отворот фиксирует. Отворот фиксирует. Брагин. Тихонов. Загайнов. Обыгрывает трех игроков. Главой зарабатывает команда «Нефтехимика». «Нефтехимик» Подача. Загайнов. Карапетян своевременно выходит, прерывает передачу. «Яну». Команде «Нефтехимик» «Сарваров» зарабатывает аут. Карпетя накрывает удар Брагин Брагин, Брагин на месте В своевременный выход вратаря Прерывает атаку нефтехимика И откровенный толчок В исполнении игроков команды нефтехимика Вместо Гайзидинова Сейчас появится на поле Холкин Ранель Красиво впадал, конечно Артистичный, я даже бы сказал Удар И Брагин контролировал Контролировал сейчас Брагин Что мяч уходит Не стал даже прыгать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пережалась наша команда Сейчас Паузу, паузу держите Загайнов отлично развернулся И отличная передача на Холкина Чуть-чуть сильно получилось Но замысел был просто великолепный Разворотом корпуса Артем сейчас убрал трех игроков Вместо Тихонова появляется Наборщиков Смена В команде В команде нефтехимик Смена И на пересменке Сейчас пытаются поймать Нашу команду нефтехимик Прострел Холкин Карпетян Сейчас подчинчает За Холкиным Ранелем Его ошибку Сарваров Контроль мяча Расставляемся Очень широко Карпетян Сохранил мяч для команды Сарваров Мягкие Порядочные Как На Порядочные И С jeste Заг mantener Холкин Ген и штрафной не спешите не спешите заго время время вместо наборчиков появляется шахеров грузи прямо на ворота грузи 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 шакиров чуть-чуть не хватает шокирову буквально полметра и вынуждает ошибаться шокиров игрока нефтехимика сарваров на краснова карапетян диман гулов появился на поле увидел краснов сарварова да и сарваров должен сейчас сам врываться обыгрывает передача на шокирова шокиров назагай нова карпетян диман гулов мяч отворот остается играть нам около шести минут шокиров согласен убедительная просьба родители которые смотрят трансляцию смотреть их на ю тубе там мы их дублируем нам сейчас надо набирать просмотры карпетян малик отлично борется удар и брагин видя что мяч уходит загайнов и как ошибается сейчас загайнов сарваров увидел тихонова отлично передача не успел тимофей поставить ногу для приема краснов падение прерывает эту передачу загайнов с мячом загайнов передача на и мангулова и мангулов вперед на тихонова очень не точно вместо и мангулова появляется тихонов его и угловой угловой зарабатывает тимофей своей борьбой в команде нефтехимик замена подача контроль контроль опять ребята показывают загайнов вместо тихонова егора появляется кульборисов ошибка удар брагин брагин на месте сейчас ошибку допустил краснов максим с передачей брагин вперед на тихонова передача доходит кульборисов сам кульборис ведет сейчас наверно в радаре нефтехимик опять будет очень сильно выбивать вперед да очень сильно вперед в край да правильно карпетян передачу в край на кульборисов кульборисов на загайнов и отличная переда срезка тихонов остановился почему-то тимофей и по команда нефтехимик бежит вперед и не точную передачу вместо краснова появляется на поле чугунов загайнов передача вперед на кульборисова должен успеть да успевает и зарабатывает очередной аут напоминаю счет по-прежнему нас 30 в пользу нашей команды еще раз тихонов передача чугунов карпетян брагин чугунов чугунов нет не точно и сарваров не подарил мяч тихонов сам убегает разворачивается брагин и матч заканчивается победой команды строители со счетом 3 0 уходим на перерыв тихон 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 тихон